Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодняшняя тема арбузы. Пришло время высаживать арбузы в открытый грунт. В Сибири рекомендованные сроки 10 и 15 июня, когда уже минует угроза заморозков. Значит вот сейчас уже можно высаживать арбузы в открытый грунт. Так как в теплицу их можно высадить немного пораньше, вот какие-то уже экземпляры я высадила. Видите, как они сильно разрослись и как они сильно отличаются от тех, которые остались в стаканчиках. Я высадку прекратила, потому что у нас началось похолодание, а теплица у меня старая, вот эта дырявая. И я несколько штук не стала высаживать, но побоялась, что замерзнут. Вот зря конечно остановилась, потому что видите в каком состоянии те, которые остались в стаканчиках. Но у них корневая очень хорошая, они конечно догонят, но зато эти уже выпустили усики. А те все еще томятся в стаканчиках. Пришлось даже им цвести в стаканах, но сейчас я высажу их и все. Главное, я сейчас хочу рассказать, что положить нужно обязательно в лунку при высадке арбузов. Арбузы очень любят песчаную почву. Вот у нас эта теплица хорошо удобренная, тут чернозем, перегной, но нужно добавлять песка. Когда я делаю лунку, обязательно добавляю первое песок, второе зола и третье перегной. Но это если почва обычная. Здесь она у меня уже с осени удобренная, так что я добавляю золу и песок. Вам, если у вас простая земля, если вы перегной с осени не раскидывали по земле, вот эти три компонента нужно добавлять в лунку. Причем перегноя должно быть в два раза больше в добавке, чем песка и золы. Золы обычно стакан-полстакана хватает, песка тоже две пригоршни и перегноя прям в пол ведерка. Все это так же, как для томатов, перемешаете в сухом грунте в лунку. И вот этот вот стаканчик с арбузом, делаете углубление и вставляете так же, как он был в стакане. Заглублять его сильно не надо, у него хороший корень. Если в теплице, вот как я выращиваю, я потом их буду вот так поднимать на веревочке. Так, теперь размеры. Смотрите, между двумя арбузиками должно быть не меньше метра. И в ряду можно оставлять 50 сантиметров. Потом я их вверх подниму по веревке, так же, как огурцы. И вот этот проход нужен для проветривания. Главное условие для выращивания арбузов, они любят сухую, засушливую погоду, как у себя на родине. Им нужно проветривание. И не заливайте арбузы. Они не любят чрезмерную влагу, они могут загнить. Полив должен быть умеренный. Первый раз при высадке поливаете тепленькой водой. Ну а потом, как получится, главное не заливать. Про полив арбузов я потом отдельно сниму видео, потому что в августе вообще нужно полив прекращать, когда они уже сформировали плод и висят на дозревании. Иначе вы испортите себе весь урожай. Не надо заливать арбузы. Они очень засухоустойчивые. Все. Вот вы посадили, полили. Неделю вы их не трогаете. Через неделю уже можно будет прийти подкормить. И потом самое главное, не упустить. Главное вовремя сделать формирование арбуза, чтобы не было более трех стеблей у него. Прищипывать все пасынки, я потом расскажу как. И оставлять не больше нескольких плодов, потому что арбуз не осилит всю зависть, которую он вам даст. Не нужно его нагружать, иначе плоды будут мелкие и не вызреют. Сколько оставлять плодов, как отщипывать пасынки, мы потом, когда он чуть-чуть подрастет, я вам все расскажу. Сейчас еще рано, вот он пускает усики. Я через 2-3 дня приду их привязывать, и буду вам показывать дальнейшие уже действия, которые я с ним делаю. В открытом грунте, кто высаживать хочет в открытый грунт, лучше грядку приподнимать. Они любят солнечные места, приподнятые на пригорке или приподнятую грядку. Расстояние там нужно уже делать больше, между рядами 1,5 метра, между растениями 70 сантиметров. Можно делать круглые лунки, по 3-5 штук, и между ними большое расстояние оставлять для плетей. Все, но также добавляете в открытом грунте тоже обязательно песок, обязательно зола и обязательно удобрять. Арбузу нужно много питательных веществ. Плоды будут большие и сладкие, ему нужен не бедный грунт, все-таки удобренный, хоть он и любит песок. Песок, если у вас останется лишний после высадки, можно вот так всю луночку сверху обсыпать песком. Это опять же предохраняет его от... Вот когда мокро, когда поливаете, от загнивания. Поливать по листьям нельзя, не любят. Поливать только под корень. Все, до свидания. Статья и видео о том, как получить хороший урожай арбузов в холодных регионах, есть у меня на странице в Одноклассниках. Заходите, набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Про арбузы, про дыни, про томаты и перцы. Все выкладываю туда. Кто хочет получать статьи и видеоматериалы мои после написания или после снятия, добавляйтесь, друзья. Рассылаю всем свои видеоматериалы и статьи. До свидания. Желаю всем, кто первый раз попробует вырастить арбузики, получить хороший, богатый урожай. Можно и в Сибири, и в других холодных регионах получить прекрасный урожай арбузов. Они также возревают. Главное, выбирайте скороспелые сорта. Желаю всем богатых урожаев.